здравствуйте друзья вопросик зачитываю у меня вообще два ну давайте с первого начнем здравствуйте михаил петрович здравствуйте смотрю ваш канал с большим удовольствием огромная вам благодарность за мудрость и позитив спасибо немного о себе мы из ташкента русские волей обстоятельств четыре года живем в москве интересно ваше мнение вот по какому вопросу наша дочь 21 год учится в лондоне на компьютер сайенс называет калыч тут него учеба и все что с ней связано ей нравится участвует во всяких сообществах по специальности хакатонах в том числе и как организатор процесс обучения построен таким образом что после второго курса она на втором у них будет год практики вообще класс правда год практики как вы считаете если искать практику в америке понятно что как ковровым бомбометанием резюме метанием тщательно изучив вопрос составлением резюме насколько будет проблематичен вопрос с визой для практиканта у работодателя и захочет ли он создавать себе такие проблемы какой алгоритм поведения вы считаете правильным благодарю вас за ответ ну что давайте мы поговорим у нас никогда не было разговора о том как попасть студенту да на практику в соединенные штаты сейчас поговорим такие как бы очевидные соображения состоят в том чтобы зафиксировать некоторую позицию сказать что страны западные там развитые и не только они но но безусловно и сша и европейские страны имеют такое понятие как разрешение на работу вот или ты имеешь право на работу или ты не имеешь право на работу и если например иностранный студент учится в великобритании и там по ходу дела положено какая-то работа течение года надо полагать что то виза по которой этот человек учится может быть там есть какой-то аналог студенческой визы которая есть сша я не знаю по какой визе учатся студенты великобритании ну наверное какая то есть соответствующая виза и эта виза позволяет ему там работать может быть даже эта виза позволяет ему этому студенту работать не только там в великобритании но может быть в других странах евросоюза до тех пор пока великобритания остается членами евросоюза Может быть даже так. Но если мы говорим про Соединенные Штаты, то здесь похожая ситуация. То есть если человек учится в Соединенных Штатах в университете, в колледже, то у него есть право на работу. Есть Curriculum Practical Training, есть Optional Practical Training, OPT, CPT. То есть студенческая виза имеет некоторые такие специальные формы, в которых человек может пойти работать. Где-то Full Time, где-то Part Time. Есть определенные способы расчетов там и так далее. Что касается иностранного студента, то есть студента, скажем так, английского вуза, который приехал в Соединенные Штаты, и он не является студентом в Соединенных Штатах, тогда возникает вопрос, а собственно по какой визе он приехал, и насколько эта виза позволяет ему работать. Я больше того скажу, насколько эта виза позволяет ему находиться в Соединенных Штатах в течение года. Потому что если девочка-гражданка, надо полагать, Российской Федерации, если они 4 года живут в Москве, то численно гражданка Российской Федерации, то она должна пойти получить визу с российским паспортом, получить американскую визу, чтобы приехать в Соединенные Штаты. Ей при въезде, если это туристическая, обычная виза такая, значит ей проставят штемпель на 6 месяцев. Дальше она должна либо там продлевать, либо, не знаю, выехать и снова въехать. Но ситуация в том, что эта виза не дает разрешения на работу. Значит вопрос только один. Есть ли такая виза в Соединенных Штатах, по которой иностранный студент может приехать и поработать здесь? Есть виза J-1, разновидность визы J-1, Work and Travel, которая позволяет человеку работать несколько месяцев, но речь не идет о профессиональной работе, речь идет о том, чтобы летом несколько месяцев поработать в ресторане или в гостинице, или на пляже. Я никогда не слыхал, чтобы иностранный студент, не выпускник, с выпускниками проще. Выпускник может приехать по визе J-1, троини, да? Интерн, троини, вот эта виза, она позволяет, если ты сразу после университета, ты можешь приехать на 12 месяцев, если ты уже год проработал, ты можешь приехать на 18 месяцев. Есть такая виза, но для выпускника, для студента я такого не слышал никогда. И, наверное, правильно было бы поговорить со студенческим начальством каким-то в самом университете, потому что я не думаю, что это первый раз такой вопрос возникает. То есть должны обычно консультировать работники всякие, которые есть в университетах. Можно поговорить, конечно, попробовать с каким-то американским иммиграционным адвокатом, который от визовыми вопросами занимается, может быть, там подскажут. Может быть, на форумах, может быть, не обязательно там за деньги пойти на форум, если там кто-то есть, кому это удалось, то, может быть, он поделится. Но, в общем-то, здесь проблема не в том, как рассылать резюме. Вот рассылка резюме на последнем месте здесь стоит. Здесь самое существенное. Есть ли вообще такая виза, чтобы студент мог приехать и еще и работать? Даже я не знаю, что сказать. Поэтому мое такое, как бы, пожелание, совет такой. Пусть работает в Великобритании. Совсем неплохо год поработать в Великобритании. И, наверное, если так, в теории, так оно и неплохо было бы и в США. Тем более девочка молоденькая, ей все интересно, да, целый мир перед ней. Это очень понятный интерес. Очень понятный. Ну, в конце концов, если можно поработать не в... Если вдруг можно работать не в самой Великобритании, а, допустим, в Германии, или в Чехии, или, там, я не знаю, где там, в Италии, например, да, так, может быть, там поработать. Но, судя по всему, судя по всему, то есть, как бы, судьба девушки проходит через Великобританию. То есть, она в таком возрасте матримониальном, в общем-то, так, свободная девочка. То есть, скорее всего, какая-то личная жизнь сложится именно там, и ей там жить и работать. И поэтому я бы работал над тем, как бы, чтобы создавать на месте какие-то профессиональные связи, личные связи, там, всякие дружбы. Ну, и плюс, если она где-то в компании, например, там, поработает на практике год, то у нее появляется возможность себя зарекомендовать, и чтобы эта компания потом ее к себе на работу взяла. То есть, очень-очень многие вопросы решаются вот так. Поэтому, при всей привлекательности стажировки в Соединенных Штатах на год, я бы сказал, что во многих отношениях, вот кроме вот этой привлекательности, в практическом ключе было бы важнее поработать в Великобритании. Так, так мне кажется. Вот, давайте пожелаем девочке успехов, она молодчина, и родители тоже молодцы, я очень рад, что есть, что есть возможности сегодня такие. Знаете, я-то вырос в другом мире, там не то, что Великобританию, и не то, что учиться, а там на две недели в какой-нибудь там ГДР поехать, вот, я, например, не мог. Так что, хорошо, что такое время пришло, когда все это возможно, и давайте пожелаем успехов и девочке самой, и ее родителям. Счастливо!